всем доброе утро сегодня воскресенье вот такой у меня завтрак это овсянка с бананом и миндалем и зеленый чай и буду смотреть комедию называется громкая связь обычно какая-то русская комедия просто хочется посмотреть я же вернулась прогулки у нас такая немного противная погода в москве поэтому не знаю не хочется ничего снимать когда-то на улице мы ездили с подружкой в царицыно но сегодня понедельник поэтому внутри мы не гуляли так просто прошлись посмотрели на дворец екатерины второй на какой-то усадьбу царицыно ну и все а потом все ездили в центр покушали в заряде и вернулись обратно наше общежитие хочу сегодня еще сходить забрать чайник я заказала очень красивый а такой стеклянный чайник на озоне и он уже мне пришел и также сегодня вечером я уезжаю в питер и два дня буду там гулять там у меня много друзей до моих одноклассников тех людей которым мы уже давно не виделись поэтому хочется всех увидеть я уже собираюсь питер взяла с собой совсем немного вещей потому что еду на пару дней и не хочется брать с собой какой-то тяжелый рюкзак пол 12 у меня поезд я сейчас сяну и в 10 утра приеду уже питер меня обещали встретить так что увидимся с вами уже в питере я уже приехала в питер я встретили мои друзья мы позавтракали сейчас они уехали на пары я же как просто типичный турист поехала в армитаж когда я была поменьше я ходила в армитаж даже наверно пару раз но мне было интересно как там жила императрица посмотреть на ее зал и тронный зал а сейчас мне чисто хочется встретить на картины так я этим летом очень много их изучала и поэтому я иду в армитаж чисто как картинную галерею мне очень интересно а Судя по холодильнику на фоне, несложно догадаться, что я вернулась в общагу из Питера. Последний раз я подключалась, когда мы были в Эрмитаже, и после этого я два дня просто гуляла и ходила просто постоянно. И я посмотрела по шагомеру, и в итоге каждый день я проходила по 50 тысяч шагов, потому что мы гуляли очень и очень много. Несмотря на то, что у моих друзей были пары, они всё равно смогли уделить мне время, за что я им очень-очень благодарна, потому что я очень хотела их увидеть, и поэтому просто не было времени снимать. Но всё равно расскажу немножко про поездку. Я жила у Исаакиевского собора, недалеко в хостеле, в принципе, неплохое место, и очень хорошее расположение. Первый день мы гуляли по центру, встретилась со своим другом детства, мы не виделись около трёх лет, и, конечно, было классно его увидеть, потому что у нас очень-очень многое связывает, поэтому эта встреча для меня была такой долгожданной. Но основные люди, ради которых я ездила в Питер, это были мои одноклассники, мои близкие друзья, и именно ради них я поехала, потому что в Москве у меня пока нет близких людей. Естественно, людей много, 16 этажей общаги, можно знакомиться с кем угодно, но это люди, с которыми мы только-только начинаем вместе жить, как-то притираться, у меня ещё нет занятий, поэтому, соответственно, целыми днями я должна искать кого-то, чтобы как-то поговорить, повзаимодействовать. Естественно, когда будет учёба, будет попроще, и будет понятно, кто тебя окружает. Вот сейчас же мне было так немного тоскливо и одиноко, и поэтому я очень-очень хотела уехать в Питер, где были люди, которые правда меня любят, и я это знаю. А ради них я, собственно, и поехала. Во второй день я ходила на выставку в Рубеле, я очень его люблю, и когда в феврале я ездила в Москву, где-то здесь будет ссылка, вот здесь, на влог из Москвы, то я ходила в Новую Третьяковку, и у Рубеля 165 лет сейчас от его рождения, и по идее была выставка в Новой Третьяковке, но я вообще не была в Новой Третьяковке, поэтому я не ходила на выставку в Рубеле, а ходила просто по основной экспозиции. А сейчас, когда я приехала в Питер, оказалось, что до октября месяца проходит там выставка, и, конечно, я не могла её пропустить, и я с удовольствием туда сходила. После этого мы снова встретились с теми же моими друзьями, ради которых я приехала. Ходили по Васильевскому острову гуляли, нашагали снова 50 тысяч шагов. Встречали потом закат. В Питере было все два дня дожди, но во второй день, ближе к вечеру, вышло солнце, и был очень красивый такой розовый закат. Как раз мы пришли к Петрофаловской крепости на набережную, там было очень красиво, там уже такой песчаный пляж. И в полодиннадцатом у меня был поезд, мы чуть не опоздали, но успели. Мы ещё перед этим шутили о том, что нужно приезжать на вокзал за три часа, чтобы точно не опоздать. Но что мы так делать не будем, потому что, ну, по идее, мы не должны опоздать. И в итоге мы просто бежали до этого поезда, потому что оставалось 10 минут до отправления, а мы выходили только из галереи. Вот, сейчас буду завтракать. Купила себе новый красивый чайник, по-моему, я его уже показывала, и первый раз буду пить этот чай, и лежит вот тут билетик красивый. С эрмитажа я оставила. Вот на холодильнике вот это, это новая открытка с Питера. Вот такая открытка прикольная у меня ещё. Короче, я отправляла Даше посылку с книгами, и я случайно положила её открытку, которую она мне подарила, ей в посылку, потому что я использовала эту открытку как закладку в книге. И, соответственно, я, видимо, читала какую-то из книг и оставила эту открытку там. И, короче, Даша будет отправлять мне картинки, которые мы повесим сюда, в ближайшем будущем, я надеюсь, и, собственно, отправить мне обратно на открытку. И я хочу, не знаю, может, на холодильнике, может быть. Вот здесь у зеркала тоже пустое пространство. Хочу повесить сюда открытку, и рядом фотографию из мест или с теми людьми, где мы были в тот момент с этой открыткой. Вообще, как-то по максимуму себя окружаю памятными вещами, вещами, которые как-то ассоциируются у меня с теми или иными людьми, потому что это для меня очень ценно. Я бы не хотела терять связь с близкими мне людьми. Понятно, здесь будет много знакомств новых, но я понимаю, что никогда не будет, например, второй Дарьи, да, моей лучшей подруги. И просто такого человека второго не существует. Будут, да, может быть, другие люди, но её точно такой же не будет. Не будет моих близких друзей со класса. Тоже они такие одни. И такой другой дружбы просто не будет. Такого опыта, который мы проживали вместе. Поэтому, да, естественно, будут новые люди. Но старых, близких друзей я бы хотела всегда поддерживать с ними связь, насколько это будет возможно в будущем. И, конечно, такое тепло у меня всегда после встреч с ними, поэтому максимально пытаюсь окружить себя вещами, которые как-то с ними ассоциируются, чтобы чувствовать даже сейчас себя не одиноко, а как-то с их поддержкой. Ну и вот такой влог у меня получился. Это была моя первая неделя из жизни в Москве после переезда, где я также на два дня съездила в Питер. И сейчас у меня начинается адаптивный курс. Наконец-то я встречусь со своими одногруппниками. Начнётся какой-то более активный период в моей жизни. Поэтому большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то не забудьте поставить палец вверх и подписаться на мой канал. Ну а с вами была Аня. Всем пока-пока!